Ну что ж. Всем привет, ребята. Наконец-то я решился записать видео новое, решился и можно сказать, может быть это мне поможет в будущем решиться на другие какие-то поставки, потому что начиная где-то с конца того года 2023 года, у меня в основном застойное состояние. Я хочу что-то сделать, я думаю об этом, я представляю как раз будет какой-то реалитат, но потом это всё угасает, идея пропадает и совершенно ничего не хочется делать. И вот последняя, наверное, осень 2023 года и первую половину этого года, 2024 года, такое состояние. У меня продолжается. В конце февраля наступил какой-какой перелом в этом состоянии. И я немножко понял то, что не так я немножко ожил, так сказать. И надо немножко в другом направлении, немножко, ну, в другое направление взять в жизни. И это мне немного помогло, немного помогло вот в конце февраля. Такой вот за перелила, случился, да. Я... Я тогда ещё пробовал шовцы делать, много шовцев делал, если кто-то в курсе, кто-то видел. Вот, и потом это вот так вот, я понял, это то, что не в этом направлении, это ошибочное направление, что мне в этом направлении не надо развиваться, это неправильное направление всех. Понял я это, мне помогли понять. Я сейчас не буду говорить, это такая тема, что не все поймут, не все поймут. Нет, это связано с... Не знаю, это сложно объяснить. У нас только просто общество, то что... Оно не все может понять, что, например, какой-то один единственный человек может как-то чувствовать по особенному уровню. На духовном, на космическом, если хотите. Я... Вот. 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 У нас с таком вот уровне. И... И... Вот это меня помало понять, потому что я... Я чувствую то, что действительно астрология влияет. И... И... Мир... 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 Вокруг... Нас... И вокруг... Меня тоже меняется, вот. И... Я... Не буду... Навязывать вам это вот... Своё... Своё... Такое... Своё... Понимание... Мира... И... Как... Оно всё это работает. Да. А вы, пожалуйста... А вы, пожалуйста... Не навязывайте мне... Своё... Так сказать... Мир увоззрение. Это... Не надо. Не надо. Это... Не надо. Я... Я просто и слушать... Не буду. И... Указывает, да... Должно быть своё... Точкой... Своё... Точкой... Звение... Как устроен мир. Какой... И как он работает. Так что, пожалуйста... Не... Не надо мне описать то, что там... Астрология-то всё... Ею та... То, что... Ты не так всё делаешь... Ты не так живёшь... Тональ-тональ... Нет... Не надо... Нет... Это только... Вы потратите только время. Зря... Вы ничего не измените. Я говорю... Укажив человека... Должно... Быть... Своё... 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 Какое-то мнение... Как... Устроен мир... И... Потому... Потому что это... У каждого человека... Должно... 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 Оно... Понимание мира... Оно должно... С... Самым... Своё... Это... Своё... хотя бы базовые немного понимания, как мы взаимодействуем с космосом, как астрология влияет, как элементарно солнечные веки влияют на нас, на планету. Вот это когда человек сам захочет до этого, додуматься, понять, как это все работает, то он должен многое поймать. И не надо никому никогда навязывать свое мнение на их устройство мира и так далее. Потому что устройство мира это очень тонкая материя такая, что у каждого она понимается и воспроизводится по-своему. Это небольшое дополнение к тому, что я говорил, что был застой в развитии чего-либо у меня. И вот в конце февраля, в конце февраля, буквально 22-го или 23-го или 25-го, не помню точно. Ну вот, у меня вот этот, как бы поправили, я шел, шел. Вот две тропинки мне просто сказали, типа, не на юго-восток, а на север-восток. Вот. Допустим так. Вот. Вот. И я существую после того, как я опыта стал. Много шерстов делал. Вот. И я пытался, я думал, что это выход из моего застоя. Я хотел, я хотел, я хотел, я хотел и хочу изучать до сих пор. Какое-нибудь, там, программирование, там, программирование на Питоне, там, и все эти. Ну, каждый раз, когда я берусь это изучать, у меня всякие разные пропадают интересы. Потому что выясняется то, что это или и очень сложно, надо есть много времени на это тратить, или, как вот, я несколько недель, неделя, виднее, там и назад изучал, и наконец-то получилось, что у меня не то, что заставить тебя, а получилось, в общем-то, заняться изучением не решить, а стебл и дефюжн. Вот. Я действительно сидел, я изучал, я смотрел уроки на ютубе. Вот. Занимался, изучал модели, кто понимает, кто понимает. Ну, я, а, 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 ради чего я это делал? Я хотел, я хотел и, 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 так сказать. Я, 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 я всегда, в общем-то, стремился к созданию, к созданию фильмов, быть режиссёром или продюсером. Вот. и создавать фильмы. Будь это фантастический арт-хаус, это не важно. И я хотел эти изображения, то, что я генерирую сеть, это Stable Diffusion. Я хотел анимировать и делать свои небольшие фильмы. Ну, это то, что на вроде того, что я делал по столяну Семенова, но там должна была присутствовать полноценная анимация, вот. Ну, опять-таки, опять-таки, я пришёл к тому, что ни одна, ни сеть по анимации картинок не работает, как мне это нужно. Она работает, типа, вот, знаете, чтобы анимировали-то девушки, простые-простые анимации такие, какие-то мультяшные. А вот, допустим, мне надо было то, чтобы описан наш Морзл Компант, который я загенерировал в Stable Diffusion. У него маска Нинья превращалась бы в такую морду рептилоидовую, да. Вот. А, я попробовал, я попробовал, Stable Diffusion, и Picolabs пробовал, и Runway пробовал, но не получается. Даже элементарно, чтобы у него сгорались зелёные цветы, у меня не получилось. Это делать, но сами вот эти вот, сам вот этот процесс, что я изучал, да. Я там делал, делал в этой нефти, Stable Diffusion, я ранен свои детские, например, фантазии из фильмов, я в Opel Shirt делал реалистические ниндзя из, как в фильме Морзл Компант. Или делать, например, то, что мне всегда хотелось, чтобы актёр из Терминатор 2, который играл в 2000, ну и не только он, это он персонаж сыграл. У него много есть ролей, и «От заката до света 3», по-моему, он играл, хотя я не смотрел, я также просто читал, описывал мне фильмы, или в второй части, или в третьей части. Ну, ещё во многих фильмах снимался. Так вот, у меня была идея с детства, чтобы он сыграл Альберта Вескина из «Лидент Эвер». Ну, согласитесь, Роберт Патрик в молодости, особенно в Терминаторе, он очень похож на Альберта Вескина из «Резидента» того же «Кода Вероника» и из первого «Резидента» где-то с «Синематика» доставка идёт. Он очень похож. И в этой сети я делал, я соединял внешность Роберта Патрика и Альберта Вескина, и получился такой очень похожий на Вескина. Лицо с фильтром, как будто это из кино, 90-90. В общем, часто говорят, ну знаете, такие вот цветовые, такие, как вот от старости, такая палитра, такая, палитра, пересвечения. Вот. И ещё я, например, мечта, чтобы Марк Дакскас сыграл, например, Харль Мишенов из Текина. И это я тоже проделал в Стабил Дефьюжн, и очень, похоже, хорошие результаты получались. Вот. Ну вот, анимация, это всего, это всего, ну сейчас находится на таком, ну уровне, не начало, ну и не какой-то, вроде бы не начальный уровень анимации можно делать. Ну, это далеко от того, что я хотел в фильме как бы делать. Вот. Ну, может быть, я, конечно, неправильно на уровне нависка все это делал. Может быть, есть люди, которые на более профессиональном уровне это могут делать, и захотят мне дать пару советов, пожалуйста, давайте в комментариях, если что, пишите об этом в комментариях. Так вот, почему я и не делал видео так долго. Я просто был в застое. Вот. После того ролика про то, что я асоциальный человек, я даже по-моему с... Извините, это у меня кот. Когда родители уходят, он кричит и хочет, чтобы они побыстрее пришли. Ну ничего, Нафальничка, они скоро придут. Успокойся, Нафальничка. Успокойся. Ну, успокойся. Мама скоро придется. Ну да, успокойся. Успокойся. И вот после этого ролика... Про... Про... Асо... 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 Асоциальный человек. Я там даже, по-моему, придумал, что... Я не знаю когда... Не знаю когда... Будет... Следующее видео, потому что... Ну... Такое вот... Состояние застоя. И... Как видите... Это состояние застоя. Оно... Эм... Ну... Я... Не буду сейчас говорить, что... Оно... Прошло... Окончательно. Но... Если я... Сел... Делать какое-то дело... А именно записывать видео сейчас... То... Значит... Может быть она скоро пройдет... Ну вот... А может быть это... Небольшое так сказать... Небольшое так сказать опять... А... Направление мне... На... 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 Путь... Наставление, так сказать... Вот... Ну и... Давайте... Карпинка... Пробежим... Что? Что? Новенькое... В... 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 Санебоя произошло... И... То есть... Меня... Ну я думаю все поняли... Так вот... Санебой... Это... Эй... Эй... И... 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 Ну, это я так просто думаю, кто не догадается вдруг, ладно, это не смешная шутка была. Итак, что же у меня в жизни прошло за это время? Вот знаете, как только наступил март и солнце стало гораздо больше светить, я стал как-то себя лучше и бодрее чувствовать. Да, всё это состояние застой, оно было, что не знаешь, в какую сторону тебе развиваться, так сказать. Хочется, чтобы и дело было интересное, и, возможно, какой-то доход бы был, вот. А, ну, доход это, ну, как бы, чтобы побочным результатом этого дела было, вот. А самое главное, найти вот себя в жизни. Главное, трение программированиями, вот, что-то-то-то, что-то такое вот. И я вот со второй половины того года я вот занят, так сказать, поиском себя, вот, поиском своего смысла. Только не надо говорить, что мощный смысл это записывать видео и мотивировать людей. Это, да, я люблю, люблю это видео записывать и рассказывать. Ну, так, чтобы меня это мотивировало, чтобы это, чтобы людей мотивировать, не скажу, чтобы, чтобы это, ну, ну. Может быть, поначалу, когда я канал открыл, это и было, а сейчас нет, такого нет, такого нет. Вот, так что все говорят, то, что ботинство говорят, пишут, пишут, то, что, мол, продолжай записывать видео, это твое дело. Дело в твоей жизни мотивирует людей, да, Тартур, ты вот такой инвалид, а запишусь, запишусь, запишусь видео, а здоровый человек посмотрит и скажет, Ну, да, мои проблемы, они, они вообще не имеют никакого веса по сравнению с тем парнем на видео. Нет, 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 не надо, не надо мне такое писать. Я сам, сам разберусь, что мне делать в жизни и, конечно, как мне делать в жизни. Да, так, хорошо, что я начал, и у меня стал, стал благочататься, YouTube заниматься, я буду заниматься им, пока YouTube будет доступен, наверное, в России, вообще, да, ведь, наверное, если это через VPN, я все равно буду записывать. Вот. Потому что я всегда мечтал, мечтал, глядя на другие блогеров, которые мечтал записывать видео, но боялся себя показать. Я боялся то, что люди не поймут мою речь, мой голос. Вот. Ну, слава богу, слава богу, все оказалось намного лучше. Спасибо за это, ребята. Вот. Вот. Ну, то, что меня подхватили, так сказать, на телеподдержки, разные подписчики и поддерживать. Так вот, что новенького прошло у меня в жизни? Нет. Пока. Я находился и нахожусь пока что. Не знаю. Может быть, это конец, конечно, моего застоя в марте будет. Но я пока ничего не буду говорить про это. Ну, потому что я понял, что если слишком много болтаешь, это тебе только во вред. Лучше летний раз помолчать и про-про-промолчать и ничего не говорить людям. Не рассказывать. Пока на тебя какой-то такой период нестабильный. Так вот, что у меня такого? Оно у меня не послучилось. Родители решили окна пластиковые отремонтировать в кухне, в отцовской комнате и... У нас в спальне, где я сплю. Завтра придут делать первое окно, кухонное. И так потихоньку планируем делать все три окна. Вот. Эм... Что еще? Да знаете, вроде ничего такого глобального-то не происходит в жизни. У... 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 Матери... Рождение... Восьмого... У... 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 Хотя я все догадки и все предположения, что у меня были, я все проверил. Осталось только проблемы с железом. Вот. Это единственная, так сказать, единственная, может быть, предпричина, но она хочет, конечно, новый ноутбук. Но она сказала так, что у нее будет юбилей в этом следующем году, в 25-м году, ей будет 55 лет, вот, говорит, тогда мне вы ей подарите. Вот. Конечно, мне бы хотелось подарить ее, и, раз, раз, гораздо это, ради них, ну, я не обрабатываю сейчас свободными деньгами. То, что у меня деньги есть, а не на будущее, так сказать, на мою палочку безопасности, так сказать, на будущее. Что-то себе купить, что-то там, это, я не жадный, кто-то, 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 кто-то не подумал, но последние деньги тратить, я не собираюсь, вот. Думаете при меня, что хотите, что я там, плохой сын, ну, это, это ваше дело, это вообще не мое дело, что это... Вы мне думаете, вот, да сама она мне лично сказалось, что до юбилея, но, думаю, ей не покупать. Так что вот отметим, вскоре в пятницу, тихо-менно посидим, вот, чай с тортом выпьем, вот. И отметим, так вот, вот, что еще, еще я немножко отогладился от своих друзей, у меня дискорд сервер есть. где мы часто болтали, да, на разные темы. Вот. Вот. Ну, у меня там одна тема, которая один мой друг стал, сейчас часто, и про проект «Стимничество говорить», вот. Я такой человек, что я, вот, знаете, я такой человек, я вот какую-нибудь на пустоту искажу и просто уйду, потому что я не как в них, да, человек, вообще. Только когда меня отведут до белого коленя, я могу там и послать, и вообще глядными стволами покрыть. Вот. А так я не конфликтный человек. Более того, вы знаете, что я много раз мирил. Италияна, и Володина, наверное, когда. Вот. Так что я только за дружбу и за мирное существование. Так вот, у меня там. Вот эта тема, которую мы знакомы. Ну, знакомый. Кирилл, можно сказать, друг. Все-таки у нас много, много всего есть. И много общались. И он начал одну тему каждый день одно и то же повторять. Как. Буквально. Толяна про Даниэль Брэдбри. И меня это настолько досталось. Я пытался как-то это и уговорить, что хватит уже на эту тему. Ну, нет, он не стал. Ну, это для него, так сказать, больная тема была не то, что больная, а мечта. Мечта-больная тема. Вот. Так. Ну, вот. Он меня поймет. Вот. Если посмотрит это видео, я знаю то, что он посмотрит. 80%, да. Наверное, что посмотрит. Вот. Ну, я, конечно, взял и ушел оттуда. Это было вот как раз в двадцатых числах февраля. Да. Да, кажется так. А может, раньше. Ну, да, где-то так. Ну, короче, в конце февраля. 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 Я вот. До сих пор так в Дискорд не. Возвращался тут. Хотя. Меня там и один другой друг приглашал общаться туда. Ну, я пока не решил, буду ли я возвращаться или пока так побуду. Для меня, знаете, я могу и один находиться. Общающегося с одним-двумя человек. Потому что я, когда у меня интернет был, и только на… 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 начинал интернетом пользоваться. У меня тут никого не было. И я.. прекрасно проводил время и… в общем, до интернета, когда и в общем, не было никого у меня. в друзьях, так сказать, ну, вытащить мне так, чтобы каждый день общаться. Я могу нормально так сказать, один, конечно, одному, одному, не так. В кавычках весело жить как друзьями, но, тем не менее, это возможно. Так вот, я ещё не могу никак решить, возвращаться в дискорд или не возвращаться, да, кстати, Толян уже показал своё лицо, наконец-таки в виде с лицом. Ну, признаюсь, что я его лицо видел, и до этого он нам записал несколько видео с лицом, но я рад за него, что он наконец-таки снова явил народу, так сказать. И я думаю, что это для него в этом году так в толстёк, то, что надо что-то делать. у меня так представляется то, что для него это как раз вот сейчас в гору пойдёт на ютубе, так сказать, активно. Активно. О! Вот. Вот, в принципе, всё, ребят. И я просто вчера на канале, мне надо было кое-что отсылать из своих старых видео, хотя значки видео свои старые, и я как-то прошёлся по всем видео и почувствовал такое настоящее к своему творчеству, к своему каналу. Вот. Обещать, ничего не буду, ребят. Когда будет, тогда и будет, потому что, ну, я всё-всё в поисках себя. Вот. Поэтому ничего обещать не буду, но, может быть, это видео даст мне тоже толстёк, чтобы я почаще для вас записывал видео. Ну, опять-таки, опять-таки, говорите то, что, говорите, что лишнее я не хочу, а обещать тоже не хочу. Поэтому, когда будет, ну, увидите твое видео, тогда и будет. Так что, вот. Пока что я поделюсь с новостями. И надеюсь, не только у меня будет всё хорошо, у кого-то такое же состояние или вообще проблемы, а что они пройдут. всё растёт. И мы увидим, увидим с вами на такую красивую солнечную поляну в лесу, где она всем будет хорошо. как-то так. Как-то так, ребят. Давайте жить дальше. Забираться со своими проблемами, чтобы на нашей жизни была лучше и веселее. Давайте, ребята. Пока.